МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Магадане завершают строительство трехэтажного физкультурно-оздоровительного центра с плавательным бассейном по улице Октябрьской. Сегодня идут отделочные работы внутри здания и завершают отделку фасада. Из основных частей строительства осталось благоустроить близлежащую территорию. До конца сентября подрядчик произведет укладку асфальта, оформит парковочные места и завершит работы по озеленению. По контракту сдать готовый объект должны до 24 ноября 2020 года. Все основные проблемы, которые были, практически все решены. То есть то оборудование, которого не хватало, уже подъехало. Остались работы такие, которые не должны повлиять на ход завершения работы. Новый комплекс будет состоять из трех основных этажей и одного цокольного. В здании установлены две чаши плавательных бассейнов. Одна для взрослых, вторая для детей и маломобильных групп населения. Заказчиком работ является департамент САТЭК мэрии Магадана. Подрядчиком выступила компания КБК «Соцстрой». Общая стоимость контракта – более 260 миллионов рублей. Средства выделены из областного и городского бюджетов. В Магадане состоялось первое организационное собрание нового состава городской думы седьмого созыва. На повестке дня – избрание председателя и заместителя председателя ЗАГС собрания, структура гордумы, а также утверждение персональных составов комиссии. На заседании избранным депутатам были вручены удостоверения и значки. С приветственным словом к ним обратился глава региона Сергей Носов. Уже сейчас можно начаться работать над бюджетом, бюджетом Магадана, потому что мы ждем эту работу. Работа должна проводиться совместно с правительством Магаданской области. Очень важный момент, который определит, я думаю, 2021 год. Ну и 2021 год – это старт вашей рабочей пятилетки. Я думаю, она будет насыщенная, насыщенная событиями, если хотите, свершениями. Вместе, вместе, вот так с вами и шли к этой победе, вместе мы справимся. Я еще раз всех поздравляю с началом работы. Работу Магаданская городская дума седьмого созыва начнет не только в обновленном составе, но и с некоторыми количественными изменениями. До 2020 года в состав ЗАГС собрания избиралось 28 депутатов, из которых половина проходили по партийным спискам и 50% по одномандатным округам. Согласно изменениям, внесенным в указ Магадана, в этом году в состав Думы вошел 21 депутат-одномандатник. Абсолютным большинством голосов председателем городской думы седьмого созыва был избран Сергей Смирнов. Структура Магаданской городской думы оптимизирована. Мы соединили комиссии. Раньше у нас было семь комиссий, сейчас будет пять комиссий. Точно так же это все направлено на оптимизацию, на эффективность работы. Количество депутатов стало меньше, вопросов меньше не стало, но мы их объединили. Это не скажется на качестве рассмотрения и подготовки принятия решений Магаданской городской думы. Ознакомиться с подробным содержанием протоколов окруженных избирательных комиссий граждане смогут в ближайшем номере городской еженедельной газеты «Вечерний Магадан». Студенты получат повышенные стипендии. Глава региона Сергей Носов 28 августа подписал постановление о повышении стипендий для студентов, получающих среднее специальное образование. Также стипендии повысили и учащимся в Северо-Восточном государственном университете. В СВГУ сегодня обучается более 900 студентов. По словам ректора университета Романа Корсуна, практически все получают государственную или социальную стипендию. С 1 сентября 2020 года выплаты увеличили. В этом году, с 1 сентября, нам принято решение о пересмотре размера стипендий, в сторону повышения, поскольку такие возможности у нас есть. В частности, для всех студентов, которые к нам поступили в этом году на первый курс, до первой сессии, стипендия будет составлять 10 200 рублей. Естественно, дальше право на академическую стипендию надо подтверждать успешно с данной сессии. Суммы стипендий составят от 8 500 рублей до 15 300 рублей. Кроме того, первокурсники СВГУ получат единовременную выплату не менее 5000 рублей. Связано это с профилактикой коронавирусной инфекции. На повышенные стипендии для студентов в 2020 году из областного бюджета выделили более 52 миллионов рублей. На 2021 год на эти цели запланировано выделить 187 миллионов рублей. Коронавирус продолжает вносить жизни на Колыме. За истекшие сутки еще один человек скончался от COVID-19. Зарегистрировано 40 новых случаев. Ситуацию с распространением новой опасной инфекции прокомментировала главный внештатный инфекционист Магаданской области Елена Кузьменко. По ее словам, на сегодняшний день неблагополучная эпидситуация складывается в Магадане, Хасынском, Тинькинском, Ольском и Амсукчанском городских округах. Амбулаторное лечение получают около 500 человек и около 1000 контактных наблюдаются. В госпиталях в настоящий момент находится около 130 человек. Все эти люди, около 80% это пациенты в средней степени тяжести и тяжелые, поступившие с пневмониями. Остальная когорта пациентов, находящихся на лечении, это пациенты старшего поколения, это пациенты, имеющие интеркурентные заболевания хронические, которые, собственно говоря, и могут утяжелить даже легкое течение заболевания ковида. По словам Елены Кузьменко, за текущую неделю в регионе зафиксировано три летальных случая от ковид-19. Это люди пожилого возраста, имеющие ряд хронических заболеваний. Между тем, средний возраст заболевших на Колыме от 35 до 45 лет. Всем пациентам, независимо от тяжести перенесенного заболевания, рекомендуется прием дезагрегантов довольно длительно, не менее одного-полутора месяцев после перенесенного заболевания, что повлечет за собой снижение рисков развития коронарной патологии, тромбозов нижних конечностей и так называемых опосредованных смертей от ковид-инфекции. Между тем, сейчас в регионе продолжается прививочная кампания. Вакцину от гриппа уже получили более 30 тысяч человек. Специалисты опасаются, что отказ от иммунизации может усложнить эпид-обстановку в период сезонной заболеваемости УРВИ и настоятельно рекомендуют не игнорировать возможность поставить прививку с авигрипп. Пока нет подъема заболеваемости сезонными инфекциями, конечно, нужно получить эту дозу вакцины в обязательном порядке. Вы знаете, очень сложно болеть одной инфекцией, что гриппом болеть тяжело, что коронавирусной инфекцией болеть тяжело. Как же вынести два вируса сразу? Это очень сложно. Поэтому то, от чего можно защититься, это нужно безусловно использовать. В следующий понедельник в Магадан поступит первый транш вакцины от новой коронавирусной инфекции. После успешного опробирования к декабрю этого года планируется наладить массовые поставки и иммунизировать медицинских работников первого касания. Сотрудники полиции, общественники и ученики 4-й общеобразовательной школы приняли участие в акции «Лес Победы». Рука об руку дети и взрослые высадили маленькие березы на территории учебной организации. На саженце прикрепили таблички с именами участников Великой Отечественной войны, которые проходили службу в органах внутренних дел Магаданской области. Сегодня под эгидой акции «Лес Победы» проводится мероприятие под эгидой МВД Российской Федерации, отделом внутренних дел России по городу Магадану, совместно с общественным советом МВД России по городу Магадану, школьниками, учащимися в 4-й школе проведена акция «Высажены саженцы» в честь сотрудников УВД Магаданской области, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Дети охотно приняли участие в эколого-патриотической акции «Лес Победы». Мальчишки и девчонки узнавали для себя имена героев Великой Отечественной войны и интересовались событиями тяжелого времени. Меня зовут Галиолин Тимур, я учусь в школе номер 4, город Магадан. Сегодня я сужу дерево-берозу в честь Ботякова и Веры Николаевны, участницы Великой Отечественной войны. Мы из-за тех, кто погибли или выжили на войне, садим деревья. «Лес Победы» стал частью акции «Сад памяти», которая стартовала в стране в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Жители Магадана и области могут также присоединиться к акции. Для этого нужно на своем загородном участке высадить деревья и добавить геолокацию на официальном сайте «Сад памяти 2020.рф». Магазин «Тысяча запчастей». Мы сами закупаем и разбираем автомобили в Японии и привозим в Магадан только самые нужные запчасти. «Тысяча запчастей» в наличии на «Берзина-12». Приходите, поможем с выбором. На связи с вами по телефону 61 75 75. Рассветки и фактуры, которым позавидуют ведущие кутюрье планеты. Шикарные обои производства Италии, Германии и России. Богатый выбор и безупречное качество. «Мастерок». Магазин правильных решений. Карломаркса 62. Друзья, подписывайтесь на рекламный инстаграм-аккаунт «Рекламная лавка Магадан». Здесь всегда свежая и актуальная реклама, услуги, объявления и вакансии нашего города. Будьте всегда одними из первых в курсе всех акций. Распродаж, поступлений товаров, новых услуг, свежих вакансий и еще масса интересных и нужных объявлений. Только проверенная реклама из первых источников. Добро пожаловать в инстаграм-аккаунт «Рекламная лавка Магадан». Магазин «Контрактные автозапчасти» реализует протестированные автозапчасти для японских автомобилей в наличии от японской компании «СМС Экспорт Джапан». К приобретаемым вами моторам прилагается видео-тест работы двигателя, проведенной японской компанией. Предоставляем услуги автосервиса. Действует гибкая система скидок. Регулярные поступления товара по разумным ценам. По предоплате – скидки. Ждем вас по адресу улица Кужзаводская, 12, во дворе сервисного комплекса «Миля». Телефон 8-914-850-40-50. В субботу, 19 сентября, в Магадане ясно. Температура ночью 6 градусов выше нуля, днем столбики термометров поднимутся до 11 градусов. Атмосферное давление будет падать и составить 745 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, северо-восточный – 2,6 метра в секунду. Влажность составит 36%. Склад магазин строительных материалов «Крас» представляет гипсокартон и комплектующие, сухие строительные смеси, древесно-плитные материалы, лакокрасочная продукция, пиломатериалы, гровельные материалы и крепеж в ассортименте. Осуществляем доставку по звонку. Телефон 63-66-92. Редактор субтитров А.Семкин